Ну что ж, продолжим обсуждать историю с возвращением Алексея Навального и его задержанием в Москве. С гостями сегодняшней программы у нас к нам присоединяются по удаленной связи еще два очень известных человека. Я приветствую Владимира Карамурзу-Младшего, российского оппозиционного политика, председателя фонда Бориса Немцова за свободу и Илью Пономарева, в прошлом депутата Государственной Думы России, ныне политического эмигранта, с некоторых пор украинского гражданина. Я так понимаю, что вы оба сейчас находитесь в Соединенных Штатах. Владимир, вот о чем я вас хотел спросить. Я уже слышал ваши комментарии, вы много раз сегодня, да и не только сегодня выступали на тему возвращения Навального. И у вас звучала такая мысль, что Навальный не мог не вернуться, потому что если бы он не вернулся, он перестал бы быть оппозиционным лидером. Но у меня, знаете, как у историка, а знаете, специалист, он всегда подобен флюсу, сразу возникают воспоминания о том, что было неоднократно в истории, когда оппозиционеры вынужденно жили за границей в эмиграции, а потом в какой-то момент триумфально возвращались на родину. Почему вам кажется, что Навальному не стоило все-таки некоторое время побыть в безопасности за границей и продолжать оттуда, собственно, делать то, что он делал до недавнего времени? А именно выступать на своем канале в интернете, который собирает многомиллионные аудитории, продолжать разоблачать преступления российской власти, коррупцию, злоупотребление. Все вплоть до эскадронов смерти, о которых сегодня говорил Сергей Пархоменко. Что скажете? – Добрый вечер, Евгений Алексеевич, спасибо за приглашение в программу. Ну, действительно, история, я тоже историк, как и вы, история знает, действительно, примеры политэмигрантов, успешно вернувшихся, ну, прежде всего, Ленин и Хамени, как раз вот эти двое лучше бы не возвращались. Я думаю, что Илья Пономарев со мной не согласится. – Как минимум по одному из них. Но, вы знаете, это скорее исключение, подтверждающее правила. Вот если мы возьмем более недавнюю нашу российскую историю, то в свое время еще Андропов, например, признавал и считал и активно отставил эту позицию на политбюро, что наиболее эффективный способ борьбы с диссидентами в Советском Союзе – это не посадки, не аресты, а это высылка за границу, как в свое время выслали сначала Солженицына, потом Буковского, а потом поставили на поток. И пошел там и Динсбург, и Орлов, и Щеранский, и многие другие. Они поняли, что таким образом люди как бы теряют, во-первых, связь, а во-вторых, что важнее моральный авторитет, находясь за границей. – Ну, простите, пожалуйста, Владимир, что я вас перебиваю, но все-таки вот практически все перечисленные, они были либо литераторами, либо правозащитниками, в общем, они не были политиками, которые собирались бороться за власть. – Это правда, и если мы возьмем уже совсем более недавнее время, уже путинское время, то для меня не было вообще никакого сомнений ни на секунду, что Алексей вернется, когда, вот я помню, он только вышел из Комы в Берлине в сентябре, мне начали звонить журналисты с этими вопросами и сказал, что он обязательно вернется. Мне просили прокомментировать эту, как они выражались, сенсацию, на что я отвечал, что здесь для меня не только сенсации, но и новости никакой нет. Это было абсолютно очевидно, что Алексей вернется, потому что российский политик может быть российским политиком только в России. Знаете, здесь каждый человек должен решать за себя, никто не имеет права никого судить, никто не имеет права никого советовать, но я здесь, что называется, могу говорить по собственному опыту. Для меня было делом принципа вернуться в Россию после обоих моих отравлений. В 2015-2017 году у меня жена смеется, что как только научился ходить после первого отравления, с палкой еще ковылял, но уже поковылял в сторону Москвы. Для меня тоже... вещества, вроде отравляющих боевых веществ из класса «Новичок». Извините, что перебил вас. Ну, собственно, Христо Грозев, нет, спасибо за это пояснение. Да, и Христо Грозев из Белинкета на днях буквально объявил, что одно из следующих расследований Белинкета будет посвящено моему отравлению. Так что сам с интересом буду ждать, поскольку Следственный комитет Российской Федерации, как вы не удивитесь, даже формально ни разу не открыл уголовного дела. Но, понимаете, вот точно так же в этом смысле, как Андропов, неудивительно, как бы это человек, который для Путина кумир. Как вы помните, хорошо он начинал свое восхождение в Кремль с открытия мемориальной доски Андропова в декабре 99-го года. Такой символический был акт. Как и Андропов, Путин тоже считает, что наиболее эффективный способ справиться с оппозицией, это вынуждать оппозиционеров уезжать за границу. Мы помним, как Михаила Ходорковского в свое время уговаривали, давали ему явные намеки, что лучше бы остаться в Америке осенью 2003 года, перед тем, как он вернулся и был арестован. Борис Немцов, когда был весной 2014 года в Израиле на лечении, тоже шли такие сигналы, что он будет привлечен как организатор по болотному делу, что ему лучше не возвращаться. Алексею Навальному все последние недели, как вы хорошо знаете, всеми возможными способами намекали, что ему лучше не возвращаться. Знаете, даже на уровне каких-то мелочей. Вот я каждый раз, когда возвращаюсь в Москву, прохожу паспортный контроль, каждый раз какие-то проблемы. Куда-то этот пограничник идет звонить, куда-то кому-то идет докладывать, с кем-то советуется, что-то смотрит на экран компьютера. Я бы много отдал, чтобы видеть, что у него там написано, но экран в другую сторону повернут. Каждый раз, когда я улетаю из Москвы, вот сейчас на праздники улетал перед Новым годом, 5 секунд, штамп и вали отсюда. Так вот не свалим. Понимаете, вот в этом они только и хотят, чтобы все, кто выступает против нынешней власти, уехали и сидели бы где-нибудь. Я правильно вас понял, Владимир, что... У меня в Америке семья. Я не считаю, что я вправе рисковать женой и детьми после того, что у меня случилось. Семья у меня в Америке, а сам я, особенно в нормальное, не ковидное время, когда самолеты нормально летают, значительную часть времени провожу в России, потому что, еще раз повторю, российский политик должен находиться в России. Хорошо. Вот давайте мы сейчас спросим об этом же у Ильи Пономарева. Вот как вы считаете... Это, кстати, вас тоже в некотором смысле касается. Вы маргинализировались из-за того, что вынуждены жить в эмиграции? Или все-таки вы рассчитываете на то, что настанет время, когда вы опять сможете бороться за власть в России? В числе других деятелей оппозиции? Это, наверное, слово маргинализировалось, я бы сказал, наоборот. Потому что, находясь в эмиграции, у меня есть возможность что-то делать. А маргинализация, это, собственно, когда ты не можешь ничего делать. Вот когда я нахожусь в России, я маргинален. Когда я вне нее, мне проще. Но я абсолютно полностью согласен со всем, что говорил Владимир. Потому что, действительно, если ты находишься вне России как политик, то как политик ты действовать практически не можешь. Ты можешь быть там блогером, там что-то комментировать. Можешь даже встречаться с единомышленниками на форумах свободной России, на других мероприятиях. Но реально, как политик, который что-то делает, который участвует в политической жизни своей страны, это делать невозможно. Кроме того, Алексей Навальный, он вообще всю свою риторику выстраивал за последние пять лет на, в общем, критике тех, кто уезжает. Он говорит, вот они уезжают, а мы остаемся. И мы будем бороться до конца. Поэтому я точно так же, как Владимир, не сомневался ни на одну секунду, что он как минимум предпримет попытку вернуться. Но получается, скажем, что в этой логике и Михаил Борисович Ходорковский, например, с точки зрения Навального, наверное, поступает неправильно. Хотя мы же прекрасно помним, что Ходорковского помиловали. Причем, помиловав, тут же посадили на самолет, и, по сути дела, не спрашивая, хочет он этого или нет, отправили за границу. А там очень быстро возобновили против него уголовное дело, тем самым закрыв ему возможность возвращения. Но теоретически он мог бы вернуться и опять сесть в тюрьму. Навальный абсолютно впрямую говорил, у него было такое заявление года два, два с половиной назад, когда Михаил Борисович что-то говорил по своему видению будущего страны. Навальный ему сказал, вот вы, Михаил Борисович, сидите в Лондоне и сидите. Лучше нам деньги давайте тем, кто реально борется. А вы что на это скажете? Владимир, вы же работали с Ходорковским. Вам не кажется, что в данном случае с таких позиций трудно подходить к оценке деятельности вот этого российского оппозиционного деятеля? Ну как раз к Михаилу Ходорковскому этот упрек, на мой взгляд, не относится, потому что вот он как раз единственный из критиков Кремля, который сегодня находится за рубежом, который был фактически выслан насильственно. У нас очень многие любят говорить, что их вынудили, заставили. А вот его действительно, как вы, Евгений Алексеевич, правильно сказали, в Синовский конвой сняли, когда закрылись двери самолета Ганса Дитриха Геншера в аэропорту Пулково, на котором он вылетал в Германию в декабре 2013 года. Поэтому Михаил Ходорковский находится за границей не по своей воле, то есть его-то как раз, как тех диссидентов при Андропове, вот впервые за эти десятилетия депортировали насильственные страны. А вот как раз, когда он стоял перед таким выбором, это была осень 2003 года, он был тогда с визитом в Америке, в Вашингтоне, у него был обед, если не ошибаюсь, это был в фонде Карнеги, одном из ведущих мозговых центров вашингтонских. И там ему конгрессмен Том Ланта, спокойный, прямо сказал, не возвращайтесь ни в коем случае, вас там посадят, мы вам здесь быстренько сделаем политическое убежище и все остальное. На что Ходорковский сказал, да, я знаю, что меня могут посадить, но это мой выбор, это моя страна, я возвращаюсь обратно. Поэтому вот он как раз, Михаил Ходорковский, в такой же ситуации сделал такой же выбор, как сделал Алексей Навальный. Ну хорошо, а вот скажите, вы прекрасно знаете Вашингтон, это я следующий вопрос уже задаю, я имею в виду, прекрасно знаете, как устроен политический Вашингтон, если с Навальным что-то случится, даже достаточно того, что уже случилось. Как будет реагировать новая американская администрация на эту историю? Ваш прогноз? Ну мы уже видим четкую и очень жесткую реакцию Джейка Салливана, это советник по национальной безопасности будущего президента Байдена, который, я напомню, в ближайшую среду, 20 января, приступает к исполнению своих обязанностей. Уже было не менее жесткое заявление с другой стороны Атлантики от руководства Европейского Союза. И парламентарии как в Евросоюзе, так и в Американском Конгрессе уже вот буквально сегодня, в воскресенье, когда обычно люди как бы занимаются своими семейными делами, отдыхают, тем не менее все следят за ситуацией, все реагируют. Поэтому я ожидаю самой жесткой реакции, причем буквально в первые дни, если не часы после инаугурации Байдена. Я напомню, что еще прошлой осенью, после того, как правительство Германии публично заявило, что Алексей Навальный был отравлен новичком, американские конгрессмены из профильных комитетов в Сенате и в Палате представителей, направили официальный запрос в администрацию Дональда Трампа о введении санкций в отношении российских властей в рамках закона о запрете химического оружия. Эти санкции, они автоматически вводятся по американскому законодательству, если какая-либо из стран, участниц Международной конвенции о запрещении химического оружия, эту конвенцию нарушает, как очевидно произошло в случае с отравлением Алексея Навального. Так вот, по американскому закону 60 дней дается администрации на то, чтобы ввести такие санкции по запросу Конгресса. Администрация Трампа этот закон нарушила. 60 дней прошло, никаких санкций нет. Я думаю, что абсолютно не стоит и не приходится сомневаться, что после прихода в Белый дом Байдена эти санкции будут введены, а я думаю, что будет еще и много чего другого. Ну вот, кстати, для тех, кто, опять-таки, не слишком хорошо информирован о биографии моего собеседника, Владимир Карамурза был одним из тех, кто деятельно пролоббировал закон Магнитского в Конгрессе Соединенных Штатов. Насколько я знаю, вы, Владимир, продолжаете сейчас заниматься лоббированием другого подобного закона проекта, закона о списке Немцова, да, санкция против тех, кто имел причастность к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. А вы, собственно, уже это делали. Один из организаторов убийства Бориса Немцова, такой Геремеев, офицер внутренних войск МВД России, близкий подчиненный Кадырова, он был уже по закону Магнитского внесен в санкционный список в США в 2019 году. А в прошлом году, в 2020, мы вместе с коллегами добились того, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ очень жесткий надзорный доклад выпустила по расследованию... Ну хорошо, будете теперь заниматься лоббированием, я не знаю, списка Навального? Слушайте, ну, лоббирование не очень корректный термин, я не лоббист, я политик все-таки, поэтому это такая публичная общественная деятельность, я ничего секретно не делаю, да, действительно, я много лет... Нет, почему, я исхожу из американских реалий. В Америке заниматься лоббизмом, это вполне уважаемая и абсолютно законная деятельность. Это у нас на постсоветском пространстве. И в Евросоюзе, и в Канаде, и в Великобритании много где уже эти законы приняты, еще большая работа впереди, потому что много до сих пор стран, где таких законов нет, а там, где уже они действуют, да, безусловно, мы будем работать над тем, чтобы под эти санкции, я подчеркну, очень важно, это санкции персональные, вот кремлевская пропаганда любит кричать, что мы, оппозиционеры, выступаем за введение санкций против России. Это их такая любимая фраза, это прямая ложь, это то, о чем еще Салтыков Щедрин писал, когда у нас часто путают отечество с его превосходительством. Мы никогда, ни я, ни Борис Немцов, никто из нас не выступал и не может выступать за санкции против нашей собственной страны. Мы выступаем за персональные санкции против тех людей, которые нарушают базовые права и свободы человека в России, а при этом сами любят пользоваться благами и привилегиями свободного демократического мира, храня там свои деньги, покупая там виллы, отправляя туда свои семьи и так далее, и так далее. Да, санкциями против этих людей мы, безусловно, будем заниматься дальше. Кстати, как вы знаете, в Европейском Союзе уже введены персональные санкции в ответ на отравление Алексея Навального против целого ряда высокопоставленных чиновников путинского режима, в том числе Александра Бортникова, это директор Федеральной службы безопасности, и Сергей Кириенко, это глава внутриполитического блока кремлевской администрации. Я ожидаю, и мы будем делать все для того, чтобы аналогичные санкции были введены и в Северной Америке тоже. Спасибо, Владимир. Я сейчас хочу переключиться на более подробный разговор с Ильей Пономаревым, другим моим собеседником. Вот, Илья, а скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что путинская, нынешняя российская путинская власть действует по принципу «чем хуже, тем лучше». И даже, знаете, вот как же это было сказано в старом советском детективном сериале «Место встречи» изменить нельзя. Вот зачем они это делают? А они делают вот это из форса бандитского, вот кошку рисуют на месте преступления. Вот не кажется ли вам, что вот такой вот бандитский форс сейчас прослеживается в действиях российской власти. Вот, условно говоря, творим, что хотим. Вот нам сказали, не дай бог вы что-нибудь против Навального предпримите. А мы предпримем, мы вот возьмем его и арестуем, и в тюрьму посадим. В том числе по тому делу, по которому уже в его пользу вынесен соответствующий вердикт Европейского суда по правам человека. Так, а мы этот суд, что называется, вертери на одном месте. Ну, вы знаете, вот это слово про форс, такой кураж, который есть у Кремля, может быть, конечно, это правда. Но мне кажется, что все-таки для Владимира Путина это не является главным способом принятия решений. У жесткой реакции есть точно рациональное измерение. Потому что этим самым Кремль показывает всем остальным о том, что у него нету границ, и что он готов стирать в пепел, в прах, кого угодно, кто выступает против него. Это вполне рациональное соображение. Кроме того, если Навальный сказал, что он возвращается, какая-то реакция должна была быть. И эта реакция на самом деле могла быть одной из двух. либо игнорирование, что Навальный возвращается. То есть просто сделать вид, что мы этого не заметили. И дальше, соответственно, начать через тех же самых кремлевских блогеров. Начать, ну, он же вот, он наш человек, поэтому мы и не отреагировали. Ну, чтобы восстанавливать вот этот вот скепсис в отношении его фигуры, который достаточно распространен в России. Или, наоборот, действовать максимально жестко. Но если они действуют максимально жестко, то в данном случае это означает, что условный срок заменят на реальный. В ближайшее время, 29 января, когда будет суд. Я думаю, что так оно и произойдет. Но после этого власть уже не может себе позволить, чтобы Навальный оказался на свободе. Потому что Навальный на свободе – это освобождение Нельсона Мандела. Ну, хорошо. Вам не кажется, что в случае, если Навальный, отравление которого боевым отравляющим веществом руками сотрудников ФСБ России практически уже не подвергается сомнению ни в Европе, ни в Америке. Вот если он окажется за решеткой еще, да, сколько там, пять лет ему дали, или три года по тому. Я уже, честно говоря, запутался, как справедливо заметил кто-то из коллег-журналистов, вспоминавших подробно биографию Алексея Навального. Он, по-моему, полгода только отсидел в общей сложности по административным арестам на 10, 15, 30 суток, которые ему периодически впаивали, да? Ну, неважно. Вам не кажется, что после этого Путин уже и на двадцатку его не позовут? Не то, что там из семерки выгонят? Ну, мне бы хотелось, чтобы были последствия в отношении Путина. Но, к сожалению, мы видим, что Путин уже столько всего натворил и войну развязал в Европе. Что мы вот в Украине будем говорить про Навального? У нас война идет. И, тем не менее, приглашают и разговаривают. И, ну, не говорят, что это нормально, но делают миллион последних китайских предупреждений, а все равно каким-то образом общаются. Еще непонятно, что в этом году будет с Северным потоком-2. Я вот согласен с тем, что говорил Владимир, что наверняка какие-нибудь новые санкции появятся от администрации Байдена. Но повлияют ли они на реально важные для Кремля экономические проекты, в том числе проекты в Европе, это еще, в общем, большой вопрос. Для Навального же я считаю, что тюрьма, на самом деле, как ни парадоксально, это самое безопасное место. Потому что именно после того, как всем рассказано уже о том, что Путин отравитель, у него уже нет никаких препятствий для того, чтобы довести дело до конца. И как мы видим по нашим соратникам, и в Англии Литвиненко, и в Москве Немцов, и в Украине Вороненков, и много других, хотят убить, убьют. А вот убить в тюрьме будет гораздо сложнее. Поэтому я думаю, что Алексей, когда принимал это решение, он и про это думал тоже. Ну что ж, спасибо Илья. Илья Пономарев, в прошлом депутат Государственной Думы, единственный депутат своего САЗы, выголосовавший против аннексии Крыма. А в последнее время...